В эфире информационного канала Севастополя новости. Я Дмитрий Дудко. Смотрите в этом выпуске. В Севастополе и Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Внимание, розыск. Полиция ищет 12-летнего жителя Инкермана Дмитрия Денисенко. В Севастополе пресечена деятельность крупной преступной группировки по сбыту опия. Неординарные методы, руководствуясь внутренними убеждениями. Нас шантажирует. Вы пролоббировали этот вопрос в Госдуме. Юридическое заключение нашей службы. Коррупциогенного факта нет. В постановлении прокуратуры коррупциогенный фактор есть. Математика, наука точная. Здесь учителей хватает. И все это сказали депутаты о своей работе. Последняя сессия законодательного собрания перед каникулами запомнилась не только яркими высказываниями народных избранников, но и своей продолжительностью. На обсуждение принятия законов 16 июля депутаты потратили аж целых 10 часов. Подробности у Анны Малышко. Депутатский корпус обратится в Госдуму с инициативой приравнять жителей осажденного города к ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о тех, кто с 30 апреля 41 по 4 июля 42 жил в Севастополе. В случае, если Москва предложение поддержит, 1300 людей будут получать дополнительные ветеранские льготы. А вот закон об административных правонарушениях пополнился пунктами правил благоустройства. Так, например, земляные работы без ордера обойдутся от 3 до 5 тысяч рублей. Прописаны условия хранения отходов, установки указателей, шлагбаумов и гаражей. Не соблюдаешь, пополняй бюджет. Кроме того, административная ответственность предусмотрена за несанкционированную торговлю и нарушение правил тишины. Право ловить за руку дано Управлению контроля городского хозяйства. Еще одно нововведение. Автолюбители будут воспитывать сознательность. Принят порядок перемещения автотранспорта на штрафстоянку. Таких площадок в Севастополе будет две. И хотя в законе нынешняя ситуация именуется иначе, в заявлениях она обозначается как хамская и бескультурная. Критики указывают, принимая решения, гражданам не предоставляется альтернатива. Однако тут же успокаивают, массовой эвакуации не произойдет. Для того, чтобы система заработала, понадобится несколько месяцев. За это время появятся таблички, возможная эвакуация и точечные рейды, пока что профилактические. Город будет закупать эвакуаторы и оборудовать перехватывающие парковки. Вновь открывать для стоянки площадь Нахимова бессмысленно. Кардинально эту ситуацию не спасет, считает губернатор Сергей Миняйло. Для нерешенной транспортной проблемы следует куда более серьезная проблема, гранича иногда даже с вопросом жизни и смерти. Когда скорая помощь не может проехать к больному из-за заставленного машинами двора. Когда пожарные расчеты не могут протиснуться между припаркованными в неположенных местах автомобилях, а соответственно подъехать к чугу пожара. Убежден, стоянки мы построим. А вот начинать воспитывать сознательность водителей наших, забывающих, что они управляют средствами повышенной опасности, надо уже сейчас, немедленно. Не самоцель эвакуировать машину или оштрафовать. Но безнаказанности быть не должно. А пока только неуречивание. ГАИ подъезжает, стоит на татуарах, прямо на татуарах и на газонах машина и начинает убеждать, что уважаемые, вы здесь неправильно паркуетесь, нельзя этого делать и так далее. Поэтому я считаю, что сегодня этот закон уже давно был необходим. Арест площадку мы создали, подразделение, которое будет этим делом заниматься, есть сегодня, есть частные эвакуаторы, с которыми можно заключить договор. И такие, значит, проект договоров есть, которые будут этого выводить. За субъектах по-разному, где государственные учреждения этим занимаются, где частные компании занимаются. Но наводить порядок надо. Мы с вами начнем монотонно население приучать, потому что эвакуация возможна. Как было сказано, эвакуация будет осуществляться на первом этапе, только в крайнем случае, если машина будет хамским образом установлена на тротуары в непозволительных местах, либо где мы место имеем, в том числе и на благоустроенные территории на клубы и цветники. Поправки к закону об уполномоченном по защите прав предпринимателей вызвали бурные дебаты. Татьяна Лобач, как председатель профильного комитета, поясняла требования к кандидатам. Не моложе 30 лет, наличие высшего юридического или экономического образования и опыт работы не менее трех лет. Татьяна Лобач озвучила вердикт и вынесла предложение не голосовать за поправки депутата Кулагина. Он хотел закрепить право на избрание уполномоченного за законодательным собранием Севастополя и устроить интернет-голосование. Споры продолжались ровно до выступления губернатора, который раскрыл секрет. Никому здесь не секрет, что утвержденный кандидат Камилов. Давайте правду говорить друг другу глаза. Камилова протаскивал Николая. О чем еще говорить? Какая демократия, да и какой там выбор простой или, как он там скажет, прозрачный. Почему мы не слушаем сообщества предпринимателей в том числе? Ну давайте так. В ОНФ Камилов, в общественник Камилов, в этом сам таки его предприниматели Камилов, ну сколько же можно? Так, по большому счету. Вот просто уже накипело немного. Да назначайте кого хотите. Только давайте тогда мы будем говорить вот так вот в открытую, да и не будем это все увалировать более демократичными еще какими-то там способами и всем остальным. Я готов рассматривать любого кандидата, любого кандидата, если он подходит по соответствующим критериям. И второе, согласовывать его с уполномоченным по защите прав предпринимателей Российской Федерации. Но когда мне уполномоченный по защите прав предпринимателей еще несколько месяцев назад говорит Саркандович, вы согласовываете кандидатуру Камилова? Я говорю нет. То есть постфактум вопрос решен, почему мы это обсуждаем? Далее 10-минутная МХАТовская пауза. Обсуждали, как же теперь принимать поправки. И в итоге прозрачные изменения депутата Кулагина коллеги не поддержали. Закон принят в редакции с рекомендациями профильного комитета. А минимальным количеством голосов депутаты поддержали Кулагина в другом законе об имущественной казне Севастополя. Их смысл сводится к усилению контроля за деятельностью правительства. Хотя, по заверениям Татьяны Лобыч, для этого и так есть прокуратура и следственные органы. А до 1 сентября все частные клиники должны будут покинуть территорию государственных больниц. Таких объектов в городе 71. Депутатский корпус поддержал правительство в вопросе. Аренда разрывается и у госучреждений появятся новые площадки. Это сократит очереди и позволит принимать новое оборудование. Процесс вынуждены были приостановить, по причине, что попросту негде было устанавливать. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Депутаты, хватит спать, пора работать. Это всего лишь один из плакатов, в котором горожане встречали своих народных избранников, направляющихся на сессию. В повестке дня в сессионном зале 23 вопроса. На улице всего один. Где работающие законы? Не время уходить в отпуск, пока не приняты важные проекты, считают манифестанты. Эта группа многодетных матерей не уверяют, вышли на улицу от безысходности. За полтора года так и не принят проект, по которому семьям, воспитывающим троих и более детей, полагается земля под строительство дома. Женщины в отчаянии, ведь им приходится с малышами ютиться по съемным углам. Квартиры сейчас очень дорогие. У меня муж военнослужащий Черноморского флота, и мы не тянем такие, как бы, с вашей зарплатой, мы не можем потянуть квартиру. Мне пришлось оставить маленького ребенка дома, отправить его в детский садик и пойти работать. Мои дети сейчас остались без матери. Они ничего не хотят делать, они не хотят ее узаконить, они не хотят провести инвентаризацию, который, участок есть бесхозный, как говорится. Почему не выделить многодетным? Или мы будем кланяться каждый раз, или мы будем существовать. Моя семья многодетная, мы снимаем жилье на последние копейки. Вот я сейчас в декрете хожу, подрабатываю грузчиком, чтобы прокормить своих детей. В ЗАГС обращались, но, к сожалению, ничего не действует, и ответы получаем мы какие-то непонятные. Да, ну да, ну вот не предусмотрели, ну да, ну виноваты, ну на следующий год, может быть. Мы готовили программу для многодетных семей с депутатами Государственной Думы. Нашу программу вообще даже не учли, не зачитали, не предусмотрели, вообще ничего. Было бы, конечно, еще бы лучше, если бы ЗАГС начало действительно работать, а не отвечать какими-то непонятными ответами и не сидеть, и непонятно чем заниматься. Депутаты ушли в интернет. Сегодня на пленарном заседании местного парламента народные избранники внесли изменения в, простите за тавтологию, закон о законах. Теперь нормативно-правовые акты будут официально вступать в силу после опубликования на интернет-площадках. Их определено две – сайт законодательного собрания и право.гов.ру. Данный законопроект внесен с целью ликвидации газеты и замены его на бюллетень. Разницу всех, я надеюсь, понимают. Полугодовую блокаду редакции можно объяснить только умышленными последовательными действиями, которые и должны были привести к развалу газеты. У нас другим законом устанавливается, что официальным печатным средством массовой информации законодательного собрания является газет Семештопольской известий. В этом плане этот закон эту норму никак не цепляет. Он ее вообще не трогает. Сегодня мы находимся в таком положении, когда нужно максимально ускорять вступление закона в силу. Поэтому по вторникам проводим заседание, потому что не успеваем до конца недели опубликовать газеты и так далее. Понятно, что электронные средства массовой информации в этом смысле являются более оперативными. Есть, может быть, более серьезная мотивация и веду указ президента Российской Федерации 2 апреля 2014 года в обязательном опубликовании законных актов субъектов Федерации на сайте официального права. Севастополь посетил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков. С местными работниками ведомства, поисковиками и активной молодежью принял участие в увыковечивании памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественный митинг провели на Суздальской высоте, которая находится в микрорайоне генерала Жидилова. На этой территории сохранились остатки дотов и 114 батареи. Их привели в порядок севастопольские поисковики. Здесь же на стене подвального помещения они нашли надпись «Ворона». Недолгие поиски и личность была установлена. Сегодня имя павшего героя вековечили на памятной доске. Артур Парфенчиков рассказал, Федеральная служба судебных приставов присоединилась к поисковому движению как к одному из приоритетных направлений патриотического воспитания в 2010 году. А сам директор неоднократно принимал участие в вахте памяти. Совсем недавно нашел останки воина, а с ним медальон. Мы потом прочитали вместе с экспертами этот медальон. У меня сбылась мечта в этом году. Я нашел бойца с медальоном. Мы прочитали этот медальон. И 22 февраля мы передали останки бойца его сыну в татарстанской деревне. И всей деревне мы 22 февраля, как раз на 72-ю годовщину гибели бойца, значит, всей деревне хранили его на родине. Конечно, это неизбываемое чувство. И я еще раз ощутил, что действительно это великое дело. Это, слава Богу, что мы можем этим заниматься. Иногда находишь бойцов прямо у себя под ногами. Мы с этим столкнулись, когда мы просто прошлись по лесным кварталам. Многих бойцов, которых мы захоронили 3 июля на 35-й батарее, мы подняли их прямо под листвой. Из-под листвы торчат богоармейские наши ботинки. В Севастополе выступили победители и призеры открытого молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие». Лучшие танцевальные и вокальные коллективы Республики Татарстан поделились профессиональным опытом и исполнили авторские, народные и классические музыкальные произведения. На гала-концерте прозвучали песни на русском и татарском языках. Организаторы надеются, форум поможет молодым талантам проявить творческие способности и укрепит культурную связь и преемственность поколений между разными регионами России. Мы фактически представляем здесь Республику Татарстан. И, в общем, свою культуру, свое фестивальное движение «Созвездие Илдезлэк» привезли сюда. И это самые лучшие, самые талантливые дети здесь сегодня для вас танцуют. И на этом наш выпуск завершен. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова